Глава государства Касымжомар Тукаев поставил задачу на построение инклюзивного справедливого общества, устранение социального неравенства. В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обсудили проект концепции инклюзивной политики до 2030 года. Целью разработки концепции является обеспечение прав и расширение возможностей лиц с инвалидностью их интеграции. В Восточно-Казахстанской области уже полным ходом идет социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями через спорт. Пять лет назад в областном центре открылся спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями. В нем состоит и теннисист, паралимпиец Ардак Нурмагомбетов, который стал бронзовым призером международного турнира в Египте. 18 лет назад, получив страшную травму в ДТП, Ардак Нурмагомбетов лишился возможности ходить. Но трагедия не сломила его. Благодаря несгибаемой воле, поддержке семьи и друзей, он нашел свое призвание в спорте. И сейчас является обладателем целой россыпи наград. Чемпион Казахстана, чемпион паралимпийских игр, спарта, киады, клуб Казахстана. Все, что в Казахстане проходит, я везде выигрываю во всех соревнованиях. И турниры, и у меня супруга, как вам сказать, можно сказать, что она личный тренер. Она постоянно со мной и на тренировках, и на соревнованиях. Везде со мной. На данный момент, я думаю, у нас все хорошо, если честно. Нас поддерживают, на соревнования отправляют. В других регионах даже, например, бывает, что на соревнованиях мы можем по Казахстане и на турниры, и на клубки отправить. Потому что в клубе, в области нет средств для этого. У нас с этим проблем нет. На сегодняшний день спортсмен ведет активную подготовку к предстоящим соревнованиям. Всего в регионе паронастольным теннисом профессионально занимаются пять человек. В прошлом году на параиграх Казахстана теннисисты завоевали четыре золотых медали и одну серебряную. Все они являются членами национальной сборной Казахстана. Сейчас мы готовимся к первому крупному международному турниру, который будет проходить в Астане. На данный момент уже заявлено более 17 стран. Наши спортсмены попали все туда, хотя был такой отбор. Ну, серьезно, туда с каждой области, там один-два человека попадали. У нас все пятеро попали. Всего в спортивном клубе по 14 видам спорта занимаются 208 человек. Это восточно-казахстанцы с инвалидностью по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Тренеры работают в семи районах области. Участниками клуба могут стать как взрослые, так и дети. Люди, когда в свое время теряют надежду на то, что надо продолжать жить, вот этот спорт их дисциплинирует. Они стараются заняться спортом, показать результаты. Идет стимул. То есть, они так же себя чувствуют спортсменами. В честь их играет также гимн Казахстана. Вот, то есть, становятся на пьедестал. Я думаю, что это очень большая мотивация для того, чтобы заниматься спортом. На сегодняшний день в Восточном Казахстане проживают более 27 тысяч граждан с особыми потребностями. Спорт, клубы по интересам, работа, обретение единомышленников с похожими проблемами, активная общественная деятельность – все это помогает людям с инвалидностью найти себя и реализоваться в обществе. Алия Сембинова, МИР, АСХА, Тулы, Алтай, Акпарат.